всех приветствую друзья это первый выпуск нового шоу ум это деньги и мы сегодня находимся в городе пятигорск в торгово-развлекательном центре галерея мы будем задавать несложные вопросы из школьной программы и посмотрим как люди будут на них отвечать сколько букв в русском алфавите 32 правильно 35 это правильно сколько букв в русском алфавите 36 36 36 32 33 33 33 какое произведение написали братья карамазовы не не скажу не помню у меня карамазовая я помню братья в где много президента карамазовых не помню затрудняюсь ответить например без понятия не знаю я не помню честно братья карамазовы горе от ума да да вы знали вы знали против карамазов это не братья в ради карамазовы написал этот самый толстой достоевский написали произведение достоевский написал братья карамазов это произведение это произведение знаете братья карамазовы в каких морях живет морская свинка любых любых не ну давайте в каком море в может быть в океане ну да в тихом например тоже тихом тихом океане глубоководных морях я не знаю морская свинька черная черное море может каспийский то им у меня как бы два варианта было давайте выберем каспийская черная или азовская 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 правильно правильный ответ ареаль ареал у него более холодный но честно я даже не помню где живет морская свинка но точно не в морях это болезнь это болезнь морская свинка морская свинка ой морская свинка это животное она не живет на морях это правильный ответ это хомячок ни в каких потому что это животное сухопутное морская свинка она домашнее животное она не живет в морях это животное наземное. Назовите площадь Российской Федерации. Ой-ой-ой, а вот он и по 2 даже. Ну, где-то не знаю. Пусковой 130 тысяч. 130 тысяч квадратных километров? Нет, миллионов, наверное. Ну, пусковой 130 тысяч квадратных километров? Не знаю. Я в географии не очень. Не знаю. Ну, примерно. Даже примерно. А можно сказать, что она самая огромная просто в мире и все? Нет. Нельзя. Площадь? Даже не знаю. Вот очень много, но сколько не знаю? Вот точно не смогу. Полностью всего с протяженности от юга до около 9 тысяч километров. 10 или? Нет, общая площадь России всей. Ну, где-то около 10 тысяч километров. Почти, почти. 11 тысяч? Да, да, да. Площадь Российской Федерации, ой, сейчас она уменьшилась, но Советского Союза было где-то в пределах 3,2 миллиона. Площадь, вряд ли скажу. Ну, примерно? Нет, не скажу даже, примерно не буду пытаться. 17,1 тысяч квадратных метров. Ну, почти. 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 Ну, будем считать, что правильно. Но 17, там точно есть цифра такая. 17 миллионов и одна. 17,1 миллиона. Это правильный ответ. И вы первые, кто ответил на этот вопрос правильно. Что такое обсерватория? Обсерватория, насколько мне известно, это огромная лаборатория, где проводятся всякие эксперименты и исследования. Какие? Научные, естественно. Обсерватория – это такое… Да, давненько не отвечал на такие вопросы обсерватория, без понятия, что это такое. Ну, учебное заведение какое-нибудь. Почти, да. Обсерватория – это какое-то заведение, ну, государственное какое-то заведение. Что там делают? Может, какие-то подсказки будут. Что-то есть в голове, в общем-то, но… Говорите все, что есть в голове. Давайте погуглим. Обсерватория – это, ну, как бы… Место, где опыты… Что-то такое, в общем, да. Опыты над животными. Что-то такое, да. Правильно, правильно. Это место, где наблюдать за звездами. Ну, это где за звездами наблюдают или как? Ну, все. Ну, это откуда можно смотреть за звездами. Это место, откуда наблюдают за звездами. Сколько секунд в часе? Так… Так… В минуте, значит, 60 секунд, а в часе – 60 минут. А сколько секунд в часе? Секунд в часе… Блин… 60… 6,6… 6,6 – 120. Все, правильно, правильный ответ. 1200. 1200. Ты тоже так считаешь? Ну, да, наверное. Да. Это правильный ответ. 60 секунд, если в минуте, а в часе – 60 минут. 6,6… Ээээ… 1200. 6,6… Ой, а, 12. 3600? Правильно? Правильно. 3600. 3600. 3600. 3600. 3600. Как сейчас называется Сталинград? Ленинград. Ну, да, наверное. Да. Ты согласен? Сталинград. Ну, как сейчас? Он раньше назывался Сталинград, а сейчас… Петербург. Санкт-Петербург. Сталинград, я не помню. Ну, Ленинград – это у нас Питер, а Сталинград, по-моему, он же есть, нет? Тогда не скажу. Не помню. Новосибирск. А Ленинград, Санкт-Петербург. Сталинград… Санкт-Петербург. А до этого он как назывался? Ленинград. Сталинград – это Волгоград. Сталинград называется Волгоград. Это Волгоград. Сталинград, Волгоград. Волгоград. Голубая кровь – это признак чего? Так, голубая кровь – это признак ишемии, нехватки кислорода в крови. Разбирается в медицине. Ну, так себе. Здорово. Эритроцитмы, что-то такое связанное? Ну, нехватка эритроцитов, что-то такое. Ну, ты не голубых кровей? Нет. Ты? Нет. Может, есть что-то голубое? Нет. Только куртка и все. Королевская династия или что? Аристократизм. В принципе, правильно, да. Королей, да. Королей. Дворянство. Аристократизм. Да. Королевских кровей. Аристократичность. Дворянство. Сколько звезд на флаге США? 49 по числу штатов. По числу штатов. На флаге США 52, по-моему, я не помню. Количество штатов они олицетворяют, но количество, я скажу 52, я не помню тот. Я не снова. Очень много. Там что-то связанное со штатами. Сколько штатов? Ну, да, что-то такое, да. А сколько штатов, я не знаю. 36. 36? Да. 51. 50. 50. 50. 50 – правильный ответ. 50? Правильно, правильно. Здорово. Там штатов 50. 50 звезд, да. 50 звезд. Все правильно. 50. 50. 50. Это правильный ответ. Столица Бразилии. Рио-де-Жанейро. Так, Бразилия. Рио-де-Жанейро, нет? Да, да. Вы знали? Вы хорошо знали географию? Видимо, да. Так. Может быть, Каракас. Столица Бразилии. Бразилия. Мексика. Столица Бразилии – это Мексика. Нет. Бразилия – это у нас Южная Америка. Венесуэла. Венесуэла. Правильно. Барселона. Барселона. Столица Бразилии. Рио-де-Жанейро. Сынок, я не помню. Сейчас. Ну, Бразилия, по-моему. Столица Бразилии – это самое. Бразилия. Бразилия. Бразилия, да. Бразилия, Бразилия. Да, да, да. Там совпадает, да. И так, друзья мои, подошел к концу первый выпуск шоу «Ум – это деньги». И, к сожалению, для участников они не смогли ничего заработать. Но к радости, конечно, для меня. Но ничего страшного. В следующем выпуске мы к вам обязательно вернемся и увидим этих счастливчиков. Субтитры подогнал «Симон»!